Здравствуйте еще раз, уважаемые товарищи! Мы с вами знакомы, правда не виделись изрядно, тогда еще снег лежал, когда мы сейчас вот уже весна. Ну и тема у нас сегодня с неприходящей и непроходящей актуальностью. Эта проблема национальная, эмоциональный вопрос, как он трактовался Иосифовичем Сталином и как он сейчас понимается. Я думаю, что нельзя зацикливаться только на работах Сталина, они положили основополагающие какие-то моменты, да, краеугольные камни в эту теорию. Но так как мир не стоит на месте и приходится вносить определенные коррективы и даже фундаментальные теории. Ну так вот, начну с того, что в последние годы и особенно даже месяцы, вы сами наверное это знаете, ощущается такой повышенный интерес к личности Иосифа Иосифовича. И совершенно беспрецедентный, как пишут даже наши газеты, подъем рейтинга Иосифовича. Вот, чтобы не быть голословным, вот прям вот сегодняшняя газетка, вот такая непритяжательная, ну вы знаете ее, это значит вот метро, сегодняшнее число, вот маленькая заметка, коротко, да, читаю. Считаю. Россияне снова полюбили Иосифа Сталина. Уровень положительного отношения к отцу народов, ну не без изъявительности, понимаете, да, достиг максимума за все последнее время исследования. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада Центра. Надо сказать, что вот Левада Центр более-менее взвешенный, более-менее объективный такой центр исследования, в отличие от других. Во всяком случае, я так считаю. Так вот, по данным Левада Центра, сейчас, ну по их опросам, насколько это был репрезентативен опрос, не знаю, не приводится. Сколько человек опрашивали, где опрашивали, или как опрашивали, понимаете, все это зависит. Вот, результаты опроса зависят от того, как поставлен вопрос, кому поставлен, когда даже поставлен. Тем же самым людям в разное время будут разные ответы. Но, тем не менее, доходит от 70 до 80, положительных процентов, да, и запрошенных, откликов на, вот, вопрос о том, как вы оцениваете личность его, из-за ребенка сейчас Сталина. До, сейчас, понимаете, вот от 70, нижняя планка до 80, в разных регионах вопрос. Понимаете, это рейтинг намного выше, чем у Владимира Владимировича нынешнего. Да? Вы понимаете, о чем это говорит? С чем это связано? Ну, многие исследователи как-то вот ставят этот вопрос. Интересно, что отношение положительное к Сталину даже на официальных каналах наших, телевизионах в том числе, изменилось. Если вот так более-менее регулярно, я тоже не имею такой возможности регулярно смотреть телевизор, но меня очень удивило, вот, буквально недели-три тому назад выступает этот рупор Кремля, можно его так назвать, обозреватель, политический телеобозреватель Киселев, не безозвестный вам, вот, наверное, видели хоть раз, хоть два. И он говорит, правда, о выступлении Путина в связи с тем, что перед кем? Перед прокурорским корпусом России, где Путин призвал, не надо нам вот сажать-то всех подряд, особенно товарищи, ну, конечно, господ предпринимателей, да? Вот, они ведь нам рабочие места создают, и так вот огульно, ну, не надо. Надо потщательнее подходить к этому вопросу. Ну, наверное, но не только в отношении предпринимателей. Тут тюрьма переполнена, надо хотя бы из этого исходить, ну, не резиновая. Ну, и вот, комментируя этот призыв Путина, Киселев говорит, у нас прокуроры на местах из себя изображают этаких маленьких Сталинов. При этом он тут же оговорился, я ничего плохого не хочу сказать о большом Сталине, об Иосифе Виссарионовиче, поскольку Иосиф Виссарионович, без сомнения, это выдающийся политический деятель, который, и он назвал два главных достижения, ну, с его подачи, да? Впрочем, это, конечно, главное достижение. Это индустриализация страны, которая позволила нам выиграть Великую Отечественную войну, и, в конце концов, Вторую мировую войну. И это действительно так, и не только с именем Сталина, а под руководством Сталина мы индустриализацию проводили, наши отцы, ну, ваши деды, мои отцы и матери, и войну. Так что, вот так поднимается именно, вот, Сталина. Вот тут, видите, даже такие вот коротенькие заметки об исследованиях Левада Центра. Как это охарактеризуется? И с чем это? Лейтинг поднимается. Почему даже наши выдающиеся политические обозреватели не гнушаются тем, чтобы похвалить Иосифа Виссарионовича, хотя он в их похвалах явно не нуждается, да? И вот один, вы слышали, нет, тоже по интернету, в основном можно его там поймать, я тоже не могу следить. Есть у нас такой, мой коллега, ну, не философ, а историк Фурсов, слышали такую фамилию? Вот, он, а? Да. Вот, он часто по интернету там, в основном, но он иногда прорывается на каналы, но его мало пускают. И вот он в одной из последних своих таких записей по интернету, да, говорит следующее, что чем вот объяснить растущий рейтинг Иосифа Виссарионовича? Ну, и он совершенно справедливо говорит о том, что, конечно, это связано с политикой, провальной экономической политикой, да, и всякой другой политикой нынешнего правительства, да? Ну, интересно, что при этом он проводит параллели. Ну, это часто делает, не только Фурсов этим занимается. Вот, личность Сталина, личность Иоанна Грозного, личность Петра Первого, как-то вот так, знаете, вот, такой ряд идет. Все такие выдающиеся реформаторы, и на что они опирались. При этом Фурсов заявил, что вообще-то рейтинг еще растет не только от того, что там имя, вот, победы все эти, да, и молодежь присоединяется, положительные оценки Сталина. Ну, тут еще, вот, как нам выйти из тяжелого создавшегося положения? Ну, а по поводу тяжелого оставшегося, создавшегося, не оставшегося, виноват, а создавшегося положения, я должен еще несколько комментариев сделать. Почему? Потому что не далее как 3 апреля всего года я участвовал и выступал на Всемирном экономическом конгрессе Петербургском. Я это делаю третий раз, а вообще конгресс уже пятый раз собирался, ежегодный. Ну, я, конечно, не могу дать вам там абрис этого конгресса, но вот характерные выступления ведущих экономистов страны, среди которых я выберу только 2 академика. Выступало вообще 4 академика и 2 члена корреспондентов на пленарном заседании. Все экономисты. Академик Аганбеган, может, вы слышали такую фамилию, один из самых выдающихся наших и советских еще экономистов, он, конечно, человек уже в возрасте, ему под 90, но вот еще весьма в здравом таком рассудке и прекрасно держится, хотя ходит плохо. И человек, который годится Аганбегану в сыновьях, если не во внуке, это тоже академик, тоже экономист, и, мало того, он еще и советник президента до сих пор. Вы знаете, кто это? Это Глазьев. Академик Глазьев. Вот. Ну, удивительно, как они вот... Я был поражен такой резкой и не просто какой-то эмоциональной, а рациональной, с диаграммами. Я вот все снимал, снимал это все слайды. Резкой критики существующего правительства. Понимаете? Ну, вот, не буду диаграммами, конечно, вас мучить, у меня другая вообще тема. Ну, вот, необходимо было выход из... Во-первых, каково положение? Выход. Вот. И может ли нам учение Сталина о национальном вопросе здесь помочь? Потому что всякое учение жило тогда, когда оно действенно, когда его можно применить на практике. А так, это оно принадлежит истории. Мы там можем изучать Илиаду, Одиссею, да? Ну, вот, как оно... Практически нам помочь, да? Никак. Это уже вопрос истории культуры, да? Так вот, Аганбегян говорит, в прошлом году, и я был свидетелем этого, характеризуя положение России, экономическое положение России, я назвал его очень тяжелым. Сегодня, я скажу так, положение экономической России не тяжелое, оно катастрофическое. И это на Всемирном Конгрессе сказано, понимаете, на вопросах. Катастрофическое. И если не будет проведено радикальных изменений в экономической политике, Россия осталась жить как суверенному государству, потому что все, не более полутора лет, по моим прогнозам. Вот. Видите, в какое время мы живем. А вот выступает академик Глазиев, которому предоставлено как молодому слово не первое, а второе после Эканбегиона. К тому же, по алфавиту, понимаете, они тут друг за другом идут. Вот. И он говорит, вот я уже получил тут в президиуме вопросы, записочки, вот гневные. Вы же экономист, доктор экономических наук, академик, большой академии наук. И главное, советник президента, что вы ему там не можете посоветовать, что ли? Вы знаете, удивительный тоже ответ на это. В начале своего выступления Глазиев говорит, я, конечно, вот аргументирую то, что я сейчас скажу потом в докладе, но сразу хочу вот развеять некоторые иллюзии. У нас миф такой идет, давний миф с царя-батюшкой, что вот царь-батюшка, он все определяет. Потом, значит, генеральный скитарь все определяет, сейчас президент. Так вот, я вам скажу, Путин ничего у нас не определяет. Неплохо, да? Заявлено, советник президента. А кто? Олигархат. Вот кто правит. А олигархат ни в каких изменениях не заинтересован. Ему и так хорошо, этому олигархату. А не богатеет, страна нищает, производство падает. Что бы там ни говорили сегодня, вот Медведев выступал, я полностью не слышал, не было возможности работы. Ну, так, краем глаза, одним ухом, что-то такое слышал. Ну, там, конечно, все хорошо, но есть отдельные недостатки. Ну, знаете как? Ну, как еще можно? Ну, и там критика со стороны. Так вот, значит, возвращаясь в глаза, я сказал, что не заинтересованная. Вот в чем проблема. Олигархат правит страной. И они пока, и вы знаете, что они там уже себе отход обеспечили. У них дети учатся за границей. У них капиталы переведены здесь, полученные, да? От нас с вами за границей. И поэтому у них в случае чего там краха, да? Ну, у них там есть местечки, куда можно рвануть, да? Нам никуда. Вот. Нас там не ждут. А их ждут, потому что там деньги, да? Вот. Ну, и вот Глазик, говорит, описал потом дальше это. Он говорит, ну, вы знаете, вот все эти негативы, давайте так, на пленарном заседании у нас негативы. Давайте попробуем на секционных заседаниях, на семинарах, в рамках этого конгресса проводились, какой-то позитив представить хотя бы. И он пришел на первый семинар, где и я присутствовал там, выступал потом. Он сказал, ну, я еще раз повторяю, желательно вот какие-то предложения позитивные. А то вот ругать правительство сейчас только ленивый не ругает. Ленивый-то или не ленивый, но у нас закон вышел неуважительное отношение к руководству. А ругать это, значит, неуважительное отношение. Как же? А как еще? Статья прямо? Ну, академик Глазик может себе позволить. Оказывается, вот есть какой-то список определенный, которые могут спустить пары, что называется, и при этом не пострадать. Ну, и вот он опять повторил, а ему сказали, а вы-то, почему вот вы негативы, а вы-то сами предложения. А он говорит, а я не знаю, что делать. И вот тут я, извините, я уже такой старый человек и наглый, я из зала, тут уже секционная, не пленарная, а я знаю. Он говорит, вот товарищ, товарищный господин знает, покажет он мне, вот его советник президента. Я говорю, пойду, пойду, мне есть чего посоветить. Вот такие шутливые моменты. Ну, вот, понимаешь, шутка шутками, а положение, вот из того, что я сказал, вот даже без всяких цифр, я вас уверяю, вот эти слова и у Канбегена, и у Глазика были подкреплены суровой, четкой и объективной статистикой, да, по нашему, так сказать, развитию, по нашему движению вниз, неуклонному сползанию, по нашей нынешней стагнации. Если вы помните или не помните, по младости лет, что у нас перестройка началась с того, что надо преодолеть стагнацию, застой. Застой тогда выражался в Советском Союзе в том, что прирост ВВП у нас наблюдался тогда всего лишь 5% в год. Это было мало. А у нас сколько сейчас, знаете, 1%. И это достаточно, вот, и тогда это было, вот экономические моменты. А как это с этим связано учение Сталина о национальном вопросе? А вот, оказывается, в прямую. Вы знаете, что обычно делается руководством любой страны, когда страна находится в экономической тупике? Используется принцип старый как мир, разделяя и власть в стране. По какому принципу действительно разделяются люди? Люди разделяются в любом государстве и в человечестве по какому принципу? По классовому принципу. А что такое классовый принцип? Это принадлежность к определенным группам, так или иначе, участвующим в производстве, занимающим определенное место. Вот этот классовый принцип предполагает, что по доходам по существу, да? И как вы получаете, есть ли у вас собственность или нет, то есть по производствам отношений. Ну а это объективная реальность. А что нам подсовывает и очень покупается народы мира на это? Постоянно в течение сотен лет разделение по, прежде всего, национальному признаку. Вот тут понаехали всякие там, не поймешь кто, узкоглазые, не мне говорить об этом. Вот, да, понаехали, вот, хоть я и коренной петербуржец, но там по паспорту, говорит, не бьют, а бьют по физиономии в случае чего. Вот это волну такую национальную, вот они виноваты во всем, это во всем мире. Вы же знаете, как Гитлер вышел из тяжелой экономической, политической ситуации, в которой была Германия того времени, да? Как? Вот он националин, да? Раздул Германию превыше всего, немцы, настоящие арийцы, настоящие властелины, мы унижены в результате Первой мировой войны, да? В которой Гитлер принимал участие и газом там надышался. Всю оставшуюся жизнь кашлял из-за этого, вот личностный фактор. Он не применил газы во время войны, потому что он сам хлебнул участие, другому, все-таки, даже если ты Гитлера не пожелаешь, он знал, как это, жуткая штука. Вот, хотя газовую камеру травили, но газ не пускали. Так вот, национальный, смотрите, как здорово. Великий народ, который дал миру выдающихся композиторов, перечислять имена, выдающихся философов, перечислять имена, вы сами их вспомните, выдающихся писателей. И вдруг, неожиданно, на площадях, собравшись тысячами, орал Хай Витлер, да, вытянув руку вперед в фашистском приветствии. Что такое сделали? А вот национальный вопрос. Вот, национальное, так сказать, самосознание надо было поднять, уйти от этого унизительного положения, которое так прекрасно описал другой выдающийся немец Эрих Мария Ремарк в своих произведениях. Вот он там, вот, три товарища, обелиск, все там об этом. О том, как вот они, вот эти три товарища, они там тоже принимали участие вроде в войне, но сейчас они молодые еще ребята, не могут себя найти, устроиться, у них какое-то бесцельное существование. Это вообще роман, одно из произведений так называемого экзистенциализма, но я об этом не буду говорить. Ну вот, и как это все поднять? Вот из этого упадка, уныния, какого-то безволия даже на немецкую великую нацию пустив. А Гитлеру, смотрите, ну он, конечно, не сам до этого додумался. Я Майкалов читал, читал очень подробно, не в оригинале, правда, Нихтерштейн, в переводе. Ну, я вам скажу, ничего не нашел, сейчас это запрещено. То есть, раньше мы могли это в перевод, ну, по интернету пересылать. Мне кто-то пересылал, я кому-то пересылал. Сейчас я перешлю, я окажусь на старости лет на Нарву. Нельзя. Но я вам скажу, ну ничего там нет, ну нету там ничего. Ну ничего, ничего страшного. Если у нас какие-то, есть нацистские там настроения фашистские? Не потому, что они начитались в Майкал. Не из этого. А вот из-за чего. Опять, мы в положении униженной нации. И что такое нация? И что такое национальность? Вот до работы Сталина, все-таки перейду. До работы Сталина 1913 года. Марксизм и национальный вопрос никто, хоть поверьте, хоть проверьте, из классиков, я имею в виду Маркс, Энгис и даже Владимир Ильич Ленин, вот до этого момента, никакого такого более или менее солидного произведения статьи не написали по национальному вопросу. Вот Ленин, кстати, поручил это написание Сталину. Это и по личному поручению. Ленину было некогда. В это время у него были другие, не менее сложные задачи. А тут надо было решить. А почему и этот вопрос надо решить? А надо было, вот у нас ведь до сих пор идет путаница. Что такое нация? Что такое национальность? Национальный вопрос это национально прилагательное от существительного нация и от существительного национальности. Как говорят, в Одессе это две большие разницы. Понимаете? А у нас это все отождествляет. И за счет этого отождествления, вот там полная каша в голове у людей, и они готовы там то ли национальность свою защищать, то ли нацию защищать, сами не знают. То, вот Сталин дал первое четкое определение нации. И потом в этой же работе и в дальнейших работах он развивает это свое учение. И я, чтобы, так сказать, процитирую, не быть голословным, вот это главное, да, вы понимаете, определение это результат исследования. Бывает в исследованиях рабочее первое определение, потом уточним. И это определение, это результат очень кропотливого, очень внимательного и очень научного исследования. Иосиф Виссарионович до сих пор иногда, особенно когда период огульной критики шел очередной, там представляли чуть ли не человеком отсталым, малограмотным, чего там закончил, там, церковно-приходскую школу какую-то, там, недоучился в этой самой, как ее звать-то? Семинарии. А? Семинарии. Семинарии, да. Вот же термин. Семинарии, недоучился, ну что там с него взять тогда? Ну, понимаете, это, конечно, все хула беспочвенная, потому что Сталин был действительно высокообразованным человеком, и достаточно его сравнить еще с одним человеком, который не имел высшего образования. Это Энгельс. Вот Маркс Энгельс. Маркс имел высшее образование, был доктором философии, правда, не такой, как я, но там несколько иная была степень, и до сих пор этот доктор философии есть. Ну, вот, ну Энгельс что, малообразованный человек, что ли? Ну, вот, великолепно владел многими языками, и это же, можно сказать, о Сталине. Вот после него еще, вот, мне тут один мой коллега-историк говорил, что он видел в спецхране библиотека Сталина, из его кабинета, она полностью сохранена. И вот его, как историка, допустили в его библиотеку посмотреть, просто по полкам полистать. Он говорит, я прошелся, вынимал наугад вот так книгу, смотрю, пометки делаются, как Ленин делал пометки все время на книгах. Это вообще-то не полагается. Но если это книга твоя, личная, так можно, да, библиотечную нельзя. И вот эти пометки, прочитано от корки до корки. Понимаете, полторы тысячи томов, вот там сейчас, вот все прочитаны. И серьезно, это же не билетристика какая-то. Вот, то есть Сталин, вот, и вот определение Сталина, нация, нация, а не национальность. Есть исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех указанных признаков, взятых вместе, дает нам нацию. Дальше Сталин уточняет и поясняет, что из этих признаков является, это не конгломерат, это система, научный подход предполагает. Вот, даешь какие-то факторы. Надо сначала, если вещь идет о процессах социальных, различать объективные факторы, субъективные факторы. А потом в этих объективных и, соответственно, субъективных увидеть какую-то систему, что является главным фактором. Да, вот в данном случае главным фактором Сталин об этом пишет. И вот это его, как сейчас говорят, ноу-хау, да, это он. Кто до этого, ну, мне, во всяком случае, неизвестно. Он говорит, что главное – это общность экономической жизни для нации. А теперь посмотрим, что пишет Сталин в этой же работе. Марксизм – национальный вопрос о национальности. Вот он первый здесь дал такое разделение. Маркс и Энгельс, и даже Ленин, вот до 13-го года, да, все время меняют эти термины. Вроде как, ну, правда, насчет Маркса Энгельса, понимаете, тут трудно мне, Нихтверштейн, поэтому, как там это на языке оригинала, там, да, вот, скажем, на английском языке истина и правда практически синонимы. А в философском отношении опять используя эту формулу адресскую две большие разницы. Так вот, что такое национально? Сталин пишет, что это прежде всего тут тоже имеет место общность языка, но не обязательно. Имеет место общность экономическая, но исторически так сложилось, что национальности бывает, что для нации невозможно, разбросано. То есть не имеет общности территорий, не имеет общего языка. А что они общие имеют? Вот Сталин пишет здесь, что главное, это этническая кровно-родственная общность. То есть национальность можно определить по... По фенотипу. Генотип исследовать трудно, а вот внешне, вот, как я сказал, бить будут не по паспорту, а по физиономии, да? Ну, хотя у нас мы такое смешение, вот я-то действительно коренной русский, там вообще коренной Ленинградс, а вот где же меня, да? Свой среди чужих, чужой среди своих. Когда в советские времена приезжал в какую-то республику, в Узбекистан, загорел, с гор пустился, тюбетейку надел, как все остальные из Ленинграда ребята, пришедшие в Чайхану прихожу, чайханщик со мной по-узбекски говорит. Я тогда еще худой, вот такой. Вот. Узбек, узбек. Вот. Я пожимаю плечами. Он говорит, слушай, а ты откуда приехал, а? Я говорю, я из Ленинграда. Ну и что ж ты из Ленинграда? Что, свой язык надо забывать? Ну я буду тебя обслуживать, иди отсюда. И если бы не друзья, я бы так голодным остался. Это что, национальный вопрос? Вот. Вот понимаете, да, гордость не только вот как потом Ленин писал, это уже позже, о гордости великороссов, да, он написал книгу, да, вот там он еще раз возвращается к этому национальности, но Сталин был первый, хоть он и по указанию, и так сказать, чуть ли не по распоряжению Ленина стал вот эту проблему поднимать, Ленину было некогда. Он говорит, ты накопай, а мы потом с тобой еще посидим, разберемся. Они разобрались. Значит, национальность, в отличие от нации, главный момент это кровно-родственная, сейчас бы сказали, генетическая общность, да. А вот что касается нации, вот признаков, которые дает Сталин, еще раз возьмем к нации, общность языка. Вы знаете, люди одной национальности, даже братья-близнецы, сестры-близнецы, судьба их разметала, вот они в разных странах, они говорят на разных языках. И поэтому и культуры общей нет. Они вот себя идентифицируют в культуре того народа и той нации уже, в которой они включены. Вот. Дальше. Общность территории тоже, конечно, не обязательно. Не обязательно. Экономической жизни тоже не обязательно, в другой стране. Психологический склад, а вот говорят, что генетически закладывается. Но это на уровне самых общих моментов, да. Это сангвиних, холерик, флегматик. Вот. Кого я забыл? Меланхолик. Меланхолик. Вот приятно с орудированным делом, скажем. Так вот, это, конечно, есть такое деление, но чисто в виде нет таких психотипов, да, которые еще в античности там знаменитый врач разделил-то, да. Вот. Поэтому сказать, что это обязательно, у меня в семье, у меня две дочки-близнецы, они живут вместе до сих пор на одной территории, на одном языке, общность, культура, психотип, диаметрально противоположный. Диаметрально противоположный. Они все время сталкиваются из этого, да. Одна такая меланхоличная, такая очень такая ранимая и прочая. А другая, боевая, наступательная, вот, с раннего детства. Ну и что, скажешь, что это какая-то черта вот там, да, вот эта национальность, да, или это нация, что ли, присущая, это неправильно, да. Вы понимаете, я тут уже исподволь поправляю Иосифа Сырёныча, ну, вот, сталинизм, как и марксизм, недобно, да, надо развивать. Но вот, что ясно, что вот для нации, да, постепенно складывается общность вот этого языка. За счет чего? Центр экономической жизни вместе, вот экономика. А когда это появляется, экономическая жизнь? Сталин опять этот вопрос поднимает. Исторические нации были не всегда. Национальности образовались при разложении еще родового строя. В родовом строю не было и национальностей. Ну, там племенами жили, вот, не было еще такого. Национальности появились из народности, но я не буду, так сказать, там, устремляться туда. Но вот появились из народности уже при разложении родового строя. А нация, когда возникает удивительно, что и нация возникает в этот же исторический период, и Сталин об этом пишет, что нация начинает развиваться, но еще не становится особым каким-то социальным слоем, группой, уже в первых государствах там начинается. Общность экономической жизни, понимаете? Общность экономической жизни. Но Сталин пишет, что вот эта общность экономической жизни, как центр, центрообразующий момент нации, он во всю силу начинает говорить только, когда капитализм снимает все межнациональные в отношении национальностей перегородки. Вот, потому что в едином государстве там ломаются эти, правда есть мононациональные государства, и до сих пор у нас, да, одна национальность и одна нация, вот единство нации и национальности, бывает такое. Но это уже архаизм, это в прошлом, то есть есть такие, ну, это в общем-то вчерашний день, постепенно это все уходит, сглаживается. Потому что в нации, еще раз говорю, главная все-таки общность экономической жизни, и это все снимает. И начинаем говорить разные национальности изначально на одном языке, то есть государство, капиталистическое государство, о чем Сталин пишет, здесь, значит, капиталистическое государство вот так экономически объединяет людей, что их общность экономической жизни и сплачивает их уже в отношении всех других монетов. Это язык, культура, территория, конечно, да, и даже психологический склад, вот, нация, уже не национальность. Хотя я вот тут немножко уже не согласен, да, насчет психологического склада, приводил пример, что же для одной национальности и даже для близнецов общность психологического склада вовсе не обязательно, да. Хотя есть вот, ну, какие-то идеологические установки, должны быть, конечно, вот, у нации должны быть, но вот Сталин поднимает этот вопрос, потому что, что такое вот национальный вопрос-то, да, что это такое, вопрос-то, в чем вопрос-то? А вопрос в том, что вот является ли разделение на нации, на различные государства, главным, вот, разделением людей, да, вот на национальное государство в рамках нации, вот они, вот американцы нация, вот они, у нас, вы знаете, была такая нация, которая называлась советский народ. Ну, сейчас можно сказать, что есть все-таки такая нация, единство экономической жизни при всех наших, конечно. провалов в экономике, все-таки есть, значит, единство более или менее централизованного управления, вот, значит, есть все-таки нация, что это такое? Ну, как вот Борис Николаевич, не к ночи будет помянут, Ельцин говорил, россияне мы, россияне, да, это не национальность, как вы понимаете, национальность русская и так далее. Значит, Сталин, поднимая вопрос, а что же является главным, является ли нация или национальность главным в разделении людей, он говорит, нет, это не главное. И даже когда два государства сталкиваются, это не столкновение нации, это столкновение проявляется, столкновение в войне, мировой войне проявляется, столкновение интересов экономических, экономических интересов, а они и составляют основу классов, то есть это тут, хотя бывает так, вы знаете, вот, первая мировая война, да и вторая мировая война, нельзя же объявить эти войны, как войны между классами, да, с одной стороны пролетарии, а с другой стороны там буржуа, что ли, нет. Вот на уровне гражданского, да, это, конечно, основа классовая, вне всяком сомнения, а на уровне вот таких столкновений. Но Сталин пишет, что все-таки нельзя сводить, вот как у нас часто это делается, уже тогда, в 13-м году, вы же понимаете, тогда, в 13-м году, почему вот надо было написать эту работу, почему Ленин заказывает Сталину эту работу, а потому что вот пытались, как снять революционные напряжения, тогда, да, революции 1905-го года, ну не только расстрелами там, да, конечно, а еще попытка опять разделяя и власть по национальному вопросу в отношении уже национальности внутри нации, да, и вот, знаете, вот это еврейские погромы вот тогда уже начались, потом они уже ближе к октябрьской революции тоже использовались, да, для того, чтобы противопоставить, да, как-то, ну вы знаете, что и это очень хорошо тоже использовал и упомянутый Гитлер, да, вот это разделение по национальности, а нация, нацизм-то от нации, не от национальности, а но они смешивали в теории нацию и национальность, потому что настоящий арийц, это кровно-родственная общность, да, ну и там приводятся даже внешние фенотипические черты, арийцы это белокурый, голубоглазый там, да, профиль там черепа определенный там замеряли, кстати, Гитлер никак не подходил, ну вот что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку, то есть ему можно было никак, ни профилем черепа, ни голубоглазости никакой не было, у него там до сих пор сомнения по поводу нет ли у него там еврейской, да, национальности, а не нации, ну вот противопоставление работало очень хорошо, вы знаете, до сих пор работает, до сих пор, вот вы знаете, вот я говорю, вот это вот, вот я недалеко сегодня к вам приехал из парикмахерской, там столкновение по национальному вопросу, один клиент, русский, уже видно даже, со мной можно еще подумать, есть русский я или нет, а тут типичный русский, ну славянская внешность, вот, он ругается с девушкой парикмахером в Узбекистан, я спросил потом другую девушку, которая тоже, ну вы знаете, они к нам приезжают, там у них все не очень хорошо, у нас тоже не хорошо, но оказывается у нас все-таки лучше, все-таки лучше, можно заработать, у них там вроде лучше становится, но не так быстро, как нам хотелось, вот, так вот, видите, вот столкновение, и этот мужчина говорит, да понаехали тут все, ничего не умеет, вот, деньги я вам не дам деньги на стрижку, да, постригся, как вы меня постригли там, ну, то ли он ему денег жалко было, понимаете, вот такое маленькое столкновение, но вроде как национальный вопрос, а ведь это может перелиться, вы знаете, у нас какие были жуткие истории, в Питере тоже, интеллигентный город, узбекскую девочку убили, недалеко от Сенной площади это было, вот, несколько лет тому назад, вот им писали, вот тоже, что это такое, вот, оборотить злобу, вот, столкнуть, ну вот, а потом сказать, ну вот они и виноваты всегда, у нас преступность поднялась, лица кавказской национальности, как у нас в милицейских протоколах до сих пор пишут, хотя такой нет кавказской национальности, как вы знаете, ну вот они придумали, чтобы попроще там не разбираться, кто, а вот там все они, узбеки тоже почему-то кавказской национальности стали, вот, у них по протоколам, хотя, кстати, в самой милиции, то есть, пардон, в полиции уже у нас, посмотрите, тоже полно и узбеков, и таджиков, так что этот вопрос, в случае чего, как говорят атеисты, не дай бог, столкновение, неизвестно, как эта полиция кого будет поддерживать, понимаете? это тоже, вот, потому что, видите, люди-то выступают за что? За свою национальность, но если это с какими-то экономическими интересами связано, вы знаете, все эти банды, которые у нас орудовали, да и орудуют до сих пор, в девяностые годы, сейчас вроде поменьше количеством, но зато качество какое, они уже вышли на государственный уровень, эти мафиози, раньше были простые бандиты, теперь вот, государственные работники, вот, кого-то там арестовывают, кого-то нет, я опять могу под статью, вот, запишут потом, вот, опять оскорбление, вот, допустил выдающихся руководителей, так вот, значит, возникают вот такие, когда вот эти мафии создавались, что вы думаете, по национальному признаку, что ли, в отношении национального, ничего, интернациональные объединения были такие, очень успешно, да во всем мире, правда, там начинал с национальных, знаете, как там, итальянцы в Америке, там, организовывали, там, да, «Крестный отец», вот, знаменитый, да, фильм, он показывает это, как они там организовывались, сейчас у нас там русские, ну, во всяком случае, из России, в Соединенных Штатах тоже организуют такие мафиозные объединения, приходится с ними бороться, там, вот, местной полиции, вот, так возвращаясь, вот, конечно, заслуга Сталина в том, что вот он национальный вопрос вот так расшифровал, прежде всего по основным определениям, по основным понятиям нация, национальность и указал, что это не главное, это разделение, оно есть, оно существенное, но не главное, потому что главным разделением является классовое разделение, все-таки людей, вот, мы можем тут объединиться, вот, вы знаете, вот классовое деление, вот, кстати, на этом Конгрессе, о котором я упоминал уже, где я выступал, там говорили о том, что за счет новой инновационной техники, технологии, вот, производительность труда по ряду производств возрастает, уходит вообще в прошлое ручной труд, малопроизводительный труд, и вот высвобождаются люди, и возникает вопрос о том, а что делать с высвобожающимися людьми. Вот один из членов-корреспондентов Академии на ГОК Воробьев выступавший, он сказал, что в Соединенных Штатах уже не сегодня, а когда-то лет уже 30, что ли, тому назад какая-то группа экономистов совершенно беспристрастно посчитала, что к 30-му, 2030-му году на земном шаре должно остаться для оптимизации этого процесса в человеческой жизни 500 миллионов человек, для справки сейчас 7 миллиардов, да? Куда остальные миллиарды, миллиарды или? Будем пристреливать там, как Попот и Йонгсари, да? Что ли? Или как гитлеровцы, да? А по какому принципу, что вы думаете? По национальному, что ли? Принципу будут вот этих лишних людей определять. Ну, вот. Конечно, по другому принципу, да? По успешности в этой жизни, да? По включенности в какую-то систему. Но вот наши бизнесмены, они очень успешны, потому что они богатеют при нищающей стране, но они успешны только по этому внешнему признаку, а вот потому что они дают стране, вот. Или, может, они отнимают больше, чем дают, да? Но это отдельный вопрос. Но тут что, национальный признак, что ли, срабатывает? По национальности? Нет, конечно. Как вы понимаете, что вот тут Сталин совершенно прав. Когда экономический интерес возникает, тут все нарушается, да? Все остальные. И даже еще, как Маркс в первом томе «Капитал» там приводил одного видного экономиста. Когда прибыль составляет 300%, нет такого преступления, на которое бы не пошел предприниматель даже под страхом смертной казни. Вот мы сейчас это все наблюдаем. Но у нас, у предпринимателей наших, они все под крышей. На смертную казнь они так. Особенно не рассчитывать, тем более она отменена, да? А вот села, потом и в психически ненормальном представили. Что это, представитель великорусской национальности, что ли? Нет, конечно. Это представитель класса, определенного класса. Так вот, возвращаясь, классовые границы как будто размыты новой техникой технологии. Вот мы все говорим о цифровой экономике. Путин поднял этот вопрос, да? Ну вот выступали на этом же конгрессе, говорили, что, собственно говоря, это социальные проблемы не снимет цифровая экономика. Производительство труда увеличится, но наоборот. Проблема какая? Вот лишние люди, куда их дети прикажутся? В каком принципу селекцию проводить? Вот даже уже не нужны эти рабы, которые бы складывали пирамиды. Не нужно. Пирамиды, если надо, будем в 3D принцип сложим, да? Зададим программу, нажмем кнопку и пошел там этот. Несколько роботов будет очень эффективно, быстро и точно укладывать эти блоки. Ну так же и в отношении чего угодно, да? Вот лишние люди. Проблема социального равенства. Лишние-то явно. А какие-то? Вот говорят, ну вот они там. Вот вы знаете, на прошлой на прошлом вот этом конгрессе, в прошлом году выступал еще один выдающийся в кавычках деятель, тоже академик Большой Академии Наук, бывший мэр Москвы, уф, забыл фамилию. Ну подскажите. А? Гавриил Попов. Да, Гавриил Попов. Вот. Еще что-то вот. 74 года уже начинают сбой давать. Гавриил Попов, тем более, что я с ним там спорил отчаянно. Причем прямо на пленарном заседании, но я не выдержал. Вот представьте себе, что он говорил. Вот тоже говорил о проблеме лишних людей, и нам не нужно, нам надо всеми мерами резко сокращать рождаемость. Раз. Потом образование, высшее образование, по его подсчетам, вот если сейчас так вспомним, нужно только 10% вот тех людей, которые останутся еще, будут иметь право жить. Потому что это совершенно необязательно. Вот. Но вот я не выдержал из зала. Говорю, что вы свою эту программу-то позаимствовали у доктора Геббельса, наверное. Ну один к одному. Вот я не выдержал. Я уже теперь ничего не боюсь, я выкрикиваю так вот. Ну что, 74 года, что мне бояться? Ну вот. Товарищи Сибири не сошлют, да и не пошлют. Дороже обойдется государству. Ну вот. Сам побыл. Вот. Ну так вот, ну он там, ну вот, конечно, тут не приписывают, да. Хотя на него есть сотоварищи из плеяды академиков в полчились. Ну вот что это такое? Это что такое? Это какие противоречия? На уровне противоречия междунациональностей нет, конечно. Это вот классы, да? А как они образуются? Почему вот это классовое деление столь устойчиво? Да? Почему на это классовое деление не влияет никакие там проблемы национальности там выше, ниже, да? И никакого не может быть, да? Ну вот там преодолели наконец, Россия, да? Ну, в общем и целом, есть еще сполохи. В Соединенных Штатах Америки он президент негр, да, был? Куда уж дальше? Но этот же президент негр, когда уходил Барак Обама, он заявил следующее. Я считаю своим главным достижением и победой демократии в Соединенных Штатах что? Что мы провели все-таки закон, разрешающий однополые браки. Вот главное достижение демократии, знаете? Демократия, власть народа, да? И однополые. Вот такая чушь. Причем ведь он сказал, вы думаете, что его там освистали? Нет, ему аплодировали. Вот. Как одно из его высших, выдающихся достижений. Вообще вот, надо сказать, вот Штенглер в начале прошлого века написал замечательную работу под названием «Закат Европы». Но тогда был закат револ, а теперь крах. Вот вы знаете, я смотрел на собор Парижской Богоматери, который я весь облазал. Я в Париже полгода прожил. У меня был такой момент. Я стажировался в Сарбоне. Вот. С такой горищью. И вы знаете, как философ я сразу обобщил. Это не только вот там сердце Парижа. Это вот как бы символ крушения вообще европейской культуры. Вот перешли они там на эти однополые браки, все эти гейт-парады там и прочее, которые они видят главные достижения демократии. И проще, и прочее. Вот крушение. За счет чего? За счет того, что капитализм как система себя изжил. И вот начинаются все эти экономические, политические, культурные. И тоже вот как хотят выходить. Вот путем столкновения не получается. Как Советский Союз был разрушен? Тоже по национальному вопросу, вы же понимаете. Развели по национальному квартиру. Все. Что-то у меня упал, да? Микрофон. Сликом активно выступаю. Вот. Развели. Вот. И отделились у нас в Советской Республике. Да? Тоже поэтому. А мы будем лучше жить. Вот теперь они в сторону. Все они хуже стали жить. Практически все. Да и нам лучше не стало. Надо сказать, да? Вот. А вот суверенитет. Берите суверенитет. Ельцин. Берите суверенитет, сколько сможете унести. Вот это его прямо. Сколько сможете не искать. Вот. Поделите. Такой. Берите, ребята. А? Давай мы вам проглотить. Проглотить. Не унести. Сесть. Да. Сесть. Да. Сесть. Вот. Так что, что это тут призыв к каким-то? Да. Вот это вот тоже подыгрывание отдельно взятым республикам, даже областям. Да. Вот это попытка вот таким образом. Вроде как и без войны, и без выстрела взяли, вот и разрушили Советский Союз. Сыграли на этих интересах, в том числе, на ложно понятых национальных интересах, идущие и от национальности, и от нации, конечно. И от нас. Потому что вот образовалось множество мононациональных государств в результате распада. Да? Потому что они в основном, вот все наши бывшие республики, ставшие суверенными государствами, они, так сказать, в основном мононациональные в отношении национальности. Да? И даже те, которые там были русскими, ну, Украина, вот, конкретный пример. И опять же, вот, все эти проблемы на Украине, все они с национальным вопросом связаны. Как вы понимаете, да? Что и все эти Майданы, да, вот. Хотя замешаны в начале-то, вот, у нас короткая историческая память у всех. Не только у украинцев, у всех у наших, да. Они ничего не помнят, ничего не знаем. Даже если из Крилова старческого нет. Вот. А все равно. Вот Майдан-то вот этот последний, да, когда этого Януковича-то сбросили. То есть в начале против чего? Вот. Против зажигавшихся, извините, да, там выступали вот этих всех ворюк. И Янукович был таким ворюк. Он был таким, да. Он, да, действительно использовал служебное положение. Вот эти, извините, золотые унитазы там нам показывают даже. Вот они там ворвались в этот дворец. И первым, что они стали отрывать с ожесточением эти золотые унитазы. Наверное, унести себя хотели. Но это золотишко все-таки. Вот. Так вот, вроде как возмущение такое, да, на основе социального неравенства, социально-классового неравенства. А потом раз, ну и тут вся Европа взволновалась. Да. Как бы это тут не произошло на Украине революции. То есть вот деклассизация произойдет. Да. Вот они против золотых унитазов. Это против класса, а не против нац. Или национальности тем более. Да. Ну и подкинули вот национальная идея. Ага. Насчет, да, я понял. Насчет того, что, конечно, все эти москали проклятые. Кто не скачет, тот москаль. Вот, пожалуйста. И понимаете, добились результата. Вот тоже. Что они, абсолютные идиоты, что ли там в Украине? Нет. И у нас тоже не абсолютные идиоты. Вот. Но, увы, а вот как так на уровне собственной квартирки там или комнаты, кому не повезло, он вроде так немножко соображает. А как вот до вселенских вопросов. Вот тут начинается смешивание нации и национальности. Вот, вот тут нам поможет. Я говорил о том, что надо сведения. Я, видите, меньше даже внимания уделил теории, чем практики, связи. А вот это развлечение четкое. Надо, прежде чем вообще о чем-то говорить, надо определить понятия. Это еще нас Аристотель призывал к этому, да. Вот. Логику создавая. Так вот, вот тоже национальный вопрос, а что такое нация, а что такое национальность. Вот. Как складываются отношения, когда появляются исторические. Как вы понимаете, любое образование в неживой природе, в живой природе, в обществе, любое образование, оно не вечно. Оно имеет вот какую-то, да, историю, эволюционирует, потом уходит. В небытие возникает в результате эволюция, постепенное накопление и революция. Вот сегодня на кафедре я говорил тут. Одни дамы у нас вполне образованные, ой, говорит, революция. Говорили об экономическом положении, ой, страшно, как бы революции не было. Ну вот. Понимаете? А что говорю вам? Ну, это же кровь, я говорю, это же не обязательно. Вот у нас контрреволюцию провели в 90-е годы. Ну, кровь была, конечно, но это же не гражданская война была. Чуть-чуть? Да. Да, ну, нет, там не чуть-чуть. У меня мой хороший товарищ погиб там, между прочим, снимая наступление танковой, и не танковой, там бронетехники на Белый дом. Он был оператором, Лена Учфильма и режиссер-оператор. Вот, ну ладно, не буду отклоняться в сторону. Вот, Сидельников Саша, я с его портретом до сих пор хожу. Вот, когда у нас тут действия в октябре, да, очередная годовщина, октября 93-го года. Вот тут национальный вопрос сработал? Нет, классовый момент, классовое господство укрепил. Вот была перелицовка партийно-правительственной государственной элиты этого образования. Этого образования, конечно, наднационального образования, да. И они, я их, многих ребят и девчат знал в лицо, и не только в лицо, даже с ними работал. Вот эти, которые еще остались там, их немного уже оставшихся. Возраст уже. Тут вот Валентин Иванович, мои ученицы, тут недавно 70 лет праздновали. Вот, и так далее. Но осталась вот она там, и больше никого уже не назову, кто в власти. Именно возраста. Так вот, к чему они, эти ребята, говорились? К справедливости? К справедству. У них были одни задачи. Они эти задачи уже начали выполнять на уровне партийных, советских, государственных работников. Используясь служебное положение в целях личного обогащения. Но это же преступление было. А когда совершили переворот, и когда государственная стала частной собственностью, это не преступление, это уже предпринимательство. Вот. А как же это предпринимательство? Честное предпринимательство. Вот. Так что, вот, понимаете, это все очень... И никакой там, никаких национальных предрассудков, понимаете, не было. Знаете, и это вот в этот момент, когда новый класс формируется, да, высший класс, да, свое господство класса оформляет. Межнациональные вот перегородки ломаются тут же, как вот преобразование нации. Тут главный класс в интерес, общность, вот, экономических интересов, это людей объединяя. Вот. Ну, а говорят они, конечно, другое. Ну, я уже намеренно получал, что мне пора заканчивать. Ну, я, может быть, сумбурно так выступил несколько. Извините, вот, все вечернее, знаете, работы уже мне не очень по плечу. От вечерников студентов, курсантов и адъюнтов уже отказался, да, но адъюнтов и не было. Да и курсантов тоже вечерних нет. Вот. Ну, вот, с вами, как с вечерниками, работаю. Поэтому, может быть, не совсем свежий к вам прибываю, мягко говоря. Вот. Ну, какие будут вопросы ко мне, если смогу ответить? Перерыв. А? Перерыв нет. Ну, перерыв, давайте отдохнем, да. Круга полного. Антидиректеория, что я не помню, что там... А этот сон триллионов... Нет, 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 дело в том, что не сбрасывает. Это образование сверхновых, да, образование, а вот там зависит от массы изначальной звезды. Вот. Если она не очень большая, как наше солнце, она взорваться конечно может, как сверхновая. Но результат, да, белый карлик, не черная дыра, там зависит, там критическое масло. А белый карлик, ну, это в теории еще. А есть еще темные энергии, темные материи, поэтому... Вы знаете, это все концептуальные схемы. Вот у нас, знаете, вот я все время вспоминаю Козьму Пруткова, этого литературного героя нашего, да, созданного нашими литераторами, Толстыми. Вот. Которое... Одно из разрешений, которое замечательно, вот так вот звучит. Специалист подобен флюса. Вот специалисты очень крупные, выдающиеся ученые. Но им вот это, их исследование заслало как флюс весь мир. Они ничего другого не видят, и они пытаются редуцировать все процессы во Вселенной, в том числе и социальные. Вот. К процессам космологическим и космогоническим. Я оппонировал недалеко как в сентябре прошлого года по одной докторской диссертации, где автор пытался доказать, но я ухожу в сторону, пока в это же время надо вернуться. Вот такой разброс – это тоже. Это что же такое? Это повышение энтропии системы, а нам нужно достигать единства ценностей и энергоэнтропийные процессы, какие-то создавать в процессе. Значит, какие вопросы? Ну, кроме тема. По нациям все-таки вопрос. Вот так как мир разделен на империалистические страны, да, и сконцентрирован капитал, можно сказать, да, в каких-то определенных странах, то вот допустим, есть там все-таки нация, да, какая-то американская, которая заинтересована, и у нее есть все-таки экономические интересы, и вот разделение мира происходит все-таки. У этой нации есть интересы. Сталин об этом говорит. Кстати, вот надо вернуться к истокам, что называется. Вот абсолютизировать вот этот национальный интерес внутри страны, нации, нельзя, потому что главное противоречие внутри является классовое противоречие. Вот. И оно, нация укрепляется экономически, возрастает производительность труда, и за счет этого повышается противоречие между классами. Между основными производителями материальных, духовных благ, не имеющих средств производства, и теми, кто управляет, но за счет того, что они имеют средства производства, не распределяют прежде всего в свою пользу, как мы это, откуда экономические кризисы. Вот сейчас комиссия ЮНЕСКО, не сейчас, это было лет 15 назад комиссия ЮНЕСКО, вы знаете, это при Организации Объединенных Наций, посчитали там специалисты, что производительность труда в человечестве уже достигла такого уровня, что бы мы могли перейти к безбедной жизни на всем земном шаре всех абсолютно народов. То есть, вот если бы мы распределяли, как говорится, по справедливости, по едокам, и по тому, кто занимает какое место в этой иерархии политической и экономической, а вот по семье распределить могли бы уже давно. Производительность того же фермера, отдельно взятого в Соединенных Штатах, благодаря технике технологии, уже 20 лет тому назад достиг такого уровня, что он один фермер, ну он там семейный подряд, он фермер, у него и жена тут работает, и его сыновья работают, и все работают, там племянники еще, да, вот так, такой семейный подряд, действительно. Так вот, такая семья одна, с учетом производительности, уже могла 10 лет тому назад прокормить, и одеть, и обуть, дать возможность жить, знаете, сколько? Тысячи человек, в среднем. Тысячи человек могла кормить, но они будут эти тысячи кормить? Нет, конечно. Вот при таком развитительности труда, да. Вот. Но понятно, что это такое было бы уравниловка, да, в котором обвиняют вообще социалистическую идею, да, марксизм в целом, что, ну это неправильно. Вот, социализм как раз, Маркс об этом писал особо, что социализм, ну есть уравнительная система. И он тут же писал, что даже Парижская коммуна не преследовала такой цели. И даже первая, ну вот, первая, конечно, а буржуазная, буржуазная, великая французская буржуазная революция, на знамени которой были написаны знаменитые слова «Свобода, равенство и братство», предполагала равенство не уравнительная система, а равенство реализации неравных возможностей каждого. Т.е. вот у меня, я в бедной семье, но я имею возможность получить высшее образование. Хотя я в бедной семье, у меня нет денег, и у родителей нет. Вот у нас сейчас такое неравенство появилось. Вы думаете, на Западе такое неравенство? Вот я вообще побывал во всех крупнейших странах мира. В Париже прожил полгода. Я видел все это там изнутри. Конечно, когда так, туристам не очень много видишь, но и то видишь. Вот, понимаете? Вот как там наши, бывшие наши живут, на Брайтон-Бич гуляют. Русская речь. Вот наши все. И как они живут? Да у меня там один приятель гуляет по Брайтон-Бич. Вот. Философ, кстати, кандидат философских наук уехал. Вы знаете, чем он занимается до сих пор? Хотя он старше меня. Он оборачивает, бывший доцент, он оборачивает в строительстве там какие-то трубы, вот там подводные всякие, я ж не знаю чего, асбестом. Это жуткая работа. Это смертельный вариант. Он здоровый до ужаса, я удивляюсь. Он у меня на пять лет старше. Понимаете? Ему уже без пяти минут восемьдесят. И он до сих пор работает вот на этой работе. А другой нет, вот переписывается. Мы с ним встретились, когда был. И вот на этом самом Брайтон-Бич у него в гостях был. Он жалеет, но он поехал туда за сыновьями. А сыновья бросились. Великая американская мечта. Съедает. Они там до сих пор работают тоже этими, как называют-то. Ну, на больших машинах перевозят грузы по стране. Дальнобойщики. Вот понимаете, забывают простые даже слова. Дальнобойщики. Вот они там работают. Ну, тоже не очень довольны, потому что работа-то изматывающая и такая. Кстати, есть хороший американский фильм про этих дальнобойщиков, как они там восстание подняли в связи с тем, что их там... Ну, этих противоречий там нет. У нас все это прилизывают. Вот. Во времена социализма там нам казалось, что эти буржуазный мир, или меня нам пытались так подавать, что это сплошная черная дыра, там ничего хорошего нет. Там сплошное угнетение, там все. Расовая сегрегация, там вообще национальный вопрос нерешен. У нас все решено. Это, конечно, был обманщик. Вот. Ну, вы же понимаете, как еще Александр Сергеевич Пушкин писал, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И он же писал, тьмы низких истин нам дороже, то есть полезней нас, возвышающий обман. Вот поэтому мы падки. И иногда, да, а вы знаете, политику вообще называют искусством обман. Поэтому вот так вот подается. То есть информация, вот верить, вот пока сам не побывал, не пожил, вот полгода в Париже я вот уже, вот точно, язык овладел я уже совершенством. Но это было-то 37 лет тому назад. Большинство присутствующих еще не родились. Вот. Когда я там выступал в Сарбоне. Вот. Ну, вот я уже там понял. Хотя мне там во время лекции по философии на философском факультете я очень боялся вопросов. Ну, думаю, там я пойму вопрос, но могу не сформулировать ответ. Философский особенно трудно, знаете, сложности есть. Ну, а вопросы стали задавать, я, знаете, как я говорю, какая у вас квартира? Сколько вы за нее платите? Да, вот так. Хотел спросить, как вы относитесь к философии Аристотеля и Платона в свете марширской теории? Ну, знаете, Платона такой деятель, как Карл Поппер, приписал коммунистам. Даже сделал из него первого коммуниста. В его государстве, вот, самое большое произведение Платона, так как он был учителем Аристотеля, я с него и начинаю, да. Вот у него был описан такой строй, в котором социальная справедливость достигается разделением функций между гражданами, абсолютно равными гражданами государства, вот, никаких там ни национальных, ни классов, даже делений нет, а по, вот, генетическим способностям. Вот он развил такую теорию, надо воспитывать вначале, а для того, чтобы воспитывать, а кого воспитывать, значит, вот, в зависимости от, как бы мы сейчас сказали, коэффициента интеллектуальности, да, надо воспитывать. Вот, то есть надо тестировать еще младенцев, да, младенцев, вот в парте там тестировали младенцев, кто не проходил теста, вот, сбрасывали, вы знаете, безжалостно, младенца, не подходил. Войны, но тут войны-то не единственные, войны, да, это определенный тоже слой, но это слой не привилегированный, не отбираемый и не вечный там, вот, дети воины не обязательно будут воинами. Вот, все зависит от того, какие интеллектуальные особенности, как они, можно вот эти школы отдельные, различные. Во-первых, семьи, семьи нет, вот в чем упрекает еще, почему, вернее, упрекает Платона, якобы в коммунистических идей, общность жен, так сказать, общность детей. Дети воспитываются под руководством сызмодства, профессионалов, педагогов, потому что, вот он пишет, что далеко, так сказать, родить детей, кому ума не доставало, а вот воспитать, это надо, еще надо выяснить, твой ребеночек, к чему он способен, не тащи его музыки, если у него медведь на ухо наступил, а как это надо определить? Кстати, музыке он уделял большое внимание, вот, в системе его образования. Музыка, музыкальное образование для всех обязательно, а для высших, вот, высшая элита это, конечно, философы. Вот ему принадлежит такое изречение, в этом государстве написано «Счастливы будут народы, когда философы станут царями или когда цари станут философами». Ну, были случаи, когда философы становились царями или цари становились философами, но народам этого счастья небольшое. У нас Екатерина II таких философов уходила, во всяком случае, для некоторых в Европе. Вот, так вот Платон, он, значит, декларировал такую систему идеального государства, где, значит, надо характеристики врожденные, ну, а душа это тоже одна из идей, система идей Платон, где-то они там находятся, и вот внедряется в каждую вещь предмет несколько идей. Внедрилась вместе вот деревянная, там, светло-коричневая, овальная, и получился стол идеи. Другое сочетание этого же даст там тууретку, овальную какую-нибудь, еще что-нибудь. Ну вот, так же и человек. Так вот, у человека тоже душа очень разная. Изначально вот идея души закладывается очень разная. То есть, есть душа, которая не позволяет человеку вот этот, так сказать, природный момент генетически ничего не подняться выше ремесленника, нижний слой у него, у иерархии, кастовый, почти как в Индии, но у них там это наследственно. А тут вот, может быть так, у ремесленника родился вот замечательный ребеночек, мальчик, девочкам нет хода в государстве Платона. Вот тут абсолютная дискредитация женского пола. Вот. Это, вы знаете, и на Руси тоже так же было, да? И где угодно, фактически. Сейчас только и жива. Ну вот, понимаете, так все рассказывать. Есть какие-то идеи, как относиться, вот. Но это, конечно, не марксизм. Вот. С марксизмом это отождествляет и теорию государства Платона, отождествляет упомянутый Карл Поппер в своей работе «Открытое общество и его враги». Вот он показывает врагов открытого общества, теоретиков. Это, значит, первый как раз Платон у него идет, который вот показал абрис коммунистического общества, якобы уравниловка такая вот такая, да? Вот. Второй Гегель, как ни странно, да? Почему Гегель? Потому что Гегель, вот его тоже, кстати, объективный идеалист, как и Платон, ну, у него тоже, как бы, идеи, ну, идея, лучше сказать, воплощается во все. Абсолютно идея разных своих ипостасях. У нее заложена какая-то программа, и она ей неуклонно следует в развитии, и высший уровень это человечество, конечно, но в разных людях это идея по-разному представлены, да? И вот, прогресс, исторический прогресс у Гегеля это прогресс в сознании свободы. Вот. А это сознание свободы от идеи свободы как-то вот генерируется в человеке выдающемся. Вот сам Гегель говорил, своей жене пишет, он был там во время столкновения Германии и Франции, но там у них часто были такие стычки на границах там. Вот он был там в одном городке, я забыл, и туда въезжал Наполеон Бонапарт на белой коне. Так вот он с восторгом, насколько вот тоже специалист подобен Флюсу. Опять повторяю, он с восторгом же мне пишет, ты знаешь, дорогая, я до сих пор нахожусь под величайшим впечатлением. Я видел, как абсолютная идея верхом на белом коне въезжает в город. Это Наполеон Бонапарт, да, был. Вот. Знаете, вот он так уверовал в эту абсолютную идею. Ну а почему это не нравилось Карлу Попперу? Ну, так сказать, какая свобода? Какое открытое общество, если все заложено? Понимаете? Так же, как и идея. Ну а главное, конечно, враг открытого общества, Карл Макс, который попытался практически воплотить и потом пошло. А дальше Поппер пытается доказать, что вообще идея коммунистическая, идея фашистская – это одно и то же. И Гитлер и Сталин, например, это одни, ну это старые уже, но Поппер открыл. Вот в 45-м году он опубликовал эту работу. Гитлер и Сталин – это одно и то же. Сейчас, вы знаете, тоже пытается. Вот у нас тут недавно была критика нашего генерального секретаря Ова, который примерно так же высказался. Вот. Ну, не генеральское вру. Что-то не то говорю, вы меня поправите. НАТО, НАТО, как его? Забыл. Ну, надо. Ну, важно. Дело не у меня, дело в сути. Вот. Так что, вот, понимаете, вот эти идеи как-то пытаются параллели провести. Вот, как говорится, между Платоном, Гигелем и Марксом дистанция огромного масштаба. Другое дело, что вот мы об этом… Можно считать их в основании? А? В основании можно их считать, как бы? Ну, да. Так дело в том, что Ленин писал в работе «Три источники. Три странные части марксизма», которые мы в прошлый раз говорили, что, конечно, Маркс с Ингельсом явно опирались на Гигеля. И, мало того, он говорил так же, Ленин, что нельзя понять капитал Маркса, не изучив науку логики Гегеля. Предварительно. А? Да. Время, да. Время, да. Вот. Время лимит. А завтра мне еще лекции с утра читать. Совсем по другой проблеме. Вы пропустили слово «вполне». А? Вы пропустили слово «вполне». Из-за этого много споров просто. Ну, конечно. Это, знаете, вот такие, ну, фразы, типа той же Ленинской. Нельзя стать коммунистом, если я не обогатил свою память знанием всех тех богатств, всех тех богатств, которые выработало человечество. Это, вот, я же был комсомольский работник, секретарь Васильевского Райкова. Мы так втихую подсмеивались. Но тогда коммунистом никто не может стать. Потому что это невозможно. И даже Владимир Ильич. Вот. Так что это вот, конечно, абсолютно такие. Тут за фразу-то не надо цепляться, за общий смысл. То есть не буква, а вот суть, да, идеи. Так что, конечно, да, конечно, это вот развивается, это концепт. Сначала на уровне объективного идеализма, а потом вот Маркс и Энгельс, вот они своей заслугой-то и считали, что они поставили по уровну выражения Энгельса марксизм, это, так сказать, Гегель, поставленный на ноги. Вот диалектика у Гегеля стояла на голове, объективное, идеалистическое, а они ее поставили диалектику на ноги. И тогда она стала, так сказать, действенным учением, а не просто, так сказать, каким-то усованием. Вот. Бесплотно. Ну вот. Ну и вот, конечно, это вот общие-то моменты тоже надо развивать вот и по классам, и по нациям, и по национальностям. Все, конечно, очень даже подвижно меняется. Ничто не может застряечь на уровне, вот, как мы говорили, перерыв, там, так сказать, образуется глобальное правительство, трассы национальные корпорации объединятся в единое, так сказать, какое-то мировое правительство и будут управлять экономикой. И, ну, мы по-прежнему будем разделены на верхи и низы управляющих и управляемых, да. Вот. То есть имеющих что-то, средств производства и ничего не имеющих. Поэтому продающих свою рабочую силу, которая может очень подешеветь, если у вас неквалифицированный труд или труд, который не вполне одовлетворяет верхи по своей идеологической подоплевке. Как это, например, мой труд, да. Не вполне одовлетворяет. Ну, такая еще. Вот. Так что, конечно, надо эту эволюцию-то тоже осознавать. Ничто ведь не рождается на пустом месте. Вот Ленин написал, что марксизм не является учением выскорчившим неизвестно откуда, как черт из табакерки. Это результат длительного, многихового развития общества и отражения этого развития в сознании общества. Вот, конечно, тут связь безусловная есть. Ну, а Аристотель — это отдельный разговор. Аристотель спорил с Платоном, с учителем. И Платон говорил еще, когда он учился, Аристотель у него в академии. Он говорит, ну, вообще-то всякому ученику нужда хорошая узда. А что касается этого, показывая на 18-летнего Аристотеля, ему кроме узды нужно еще железные шпоры там вообще там. Какие-то были жуткие приспособления для управления норовистой лошадкой. Но он все время, он 18 лет пришел, Платон ему в отцы годится, а он ему там вопросы задавал, на которые Платон не всегда мог ответить. Вот, ну вот. И потом, конечно, споры продолжались, и уже на уровне работ, на уровне уже созданного Аристотелем Ликея, где он критиковал в открытую теорию идеи Платона. Но критиковал один объективный идеалист, критиковал другого объективного идеалиста. Что-то он уточнил, что-то он, конечно, более дилектично представил в развитии того же общества, нежели чем Платон. Но это отдельный разговор, требующий отдельных лекций, да? Так что я уж не буду какие-то еще вопросы у нас. Да, не совсем понял, к чему в своей лекции вы упомянули Шпенглера и его «Закат Европы». Ну, почему я вспомнил? Потому что мы сейчас наблюдаем уже действительно закат европейской культуры. Не закат, а крах. Вот. А Шпенглер как бы был первым, кто определил это, да? Вот такие тенденции, да? Хотя, может быть, не совсем первый, потому что и Ницше писал до Шпенглера о том же самом, да? Вот он, помните, так сказать, ну, если вы знаете, конечно, Ницше говорил о том, что Бог умер, а что же вместо Бога? Вот. Человек. Ну, какой человек? И вот тут это волонтаризм, воля власти, да? Вот. Субъективно-индивистический волонтаризм. И по существу он написал абрис фашистской такой идеологии, мировоззрения. Если хотите, тоже нацизма такого, да. Безусловно. Хотя его сестра, сестра Ницше, я имею ввиду, она уже после смерти его всячески пыталась реабилитировать и сказать, что ничего общего между Ницшеанством, мучением Ницше и нацизмом нет, но она была не права. Ницше писал как раз, что придет, предрекал, настоящий, белая бестия, Белокурая виноват, бестия, это словно перевод. Настоящий фюрер, он поведет немецкую нацию от победы к победе. Ну, прямо. Ну, правда, ошибся насчет Белокурая. Вот. Фюрера. А так, в общем. Вот. Так что у Шпенглера, значит, вот он как бы обобщает, подводит ток. Правда, вот такие, так сказать, заупокойные речи философы мы все давно произносили, начиная еще с Гессиона, древнегреческого первого философа, которого мы знаем, который говорил, что все, конец человечеству пришел, землю населяет железные люди, все, и уже никто не будет дружить, даже брат с братом станут врагами. Да, очень так. Неплохо. Потому что классовое общество он написал, он как раз вот попал на этом моменте революционном. Родовой строй ломался, и класс, и общество. И вот эта революция, конечно, она далеко не всех удовлетворяла. Многие, в том числе и Гессиот, и в Китае такие же были, вот на Разроме всегда вот такие философские, они как бы пели воду вот предшествующему родовому устрою. Так же, как и во всех других революциях, да. Пели воду даже и феодализму, да, по отношению к капитализму. Вот. И капитализму по отношению к социализму. Вот. Тоже пели и поют до сих пор. Но вот по Шпенглеру социализм и капитализм – это одно и то же. Ну? Он – это просто знак равно между тем и тем, правда? Ну, я вам скажу, но это надо отдельно рассматривать, это идея Шпенглера, но я вам скажу, что аргументаций-то там немного. У него конкретно? Да. Ну, да. Я… То есть, это декларация, вы знаете, к сожалению, многие, включая упомянутого Поппера, вот этих, он критиковал, он декларирует. А если доказывает, то возникает, там вот, Поппер говорит, никакого магистрального направления развития человечества нет и быть не может. Это вот как раз, вот там, фатальное передопределение. Это что ж такое, закрытое общество. Мы ничего не можем сделать. Каждый из нас вообще ничего не стоит и все вместе. Всех нас тащит этот фатум абсолютной необходимости. И ничего подобного. В мире действует случайность, а случайность как влияет развитие? А случайность, это случайность научного открытия. Рационализация, изобретение. Это революционизирует производство и толкает вперед человечество по пути прогресса. А может быть и прогресса добавляет в себя, потому что, что изобретено там? Атомная бомба, к примеру, да? Или водородная. Вот. Пожалуйста, по пути прогресса, даже без водородных, технологический прогресс, не есть социальный прогресс. Опять же, вот на этом. В Конгрессе речь шла об этом, конечно. Вот. И, значит, Шпенкер тоже, вот к сожалению, ну не к сожалению даже. Просто-напросто вот у таких идей нет солидного обоснования. Почему? Потому что они выдают, как говорится, желаемое за действительное, декларируют какие-то тенденции, проводят какие-то отождествления, но аргументов нет. Вот. Вот я стал приводить пример. Очень модно. Куда, как Шпенкера, никто уже не помнит, а Као Поппер, это вот, откройте Википедию, выдающийся философ науки двадцатого столетия. А все научные открытия случайно. А почему случайно? Потому что, если бы они проходили не случайно, то их можно было бы предсказать. Все закономерное предсказывается. А что такое предсказать научное открытие до открытия? Это парадокс. А? Это парадокс. И вы знаете, выдающиеся философы, логики это проглотили. Но я сразу написал еще живому Попперу. Отпыль. Я, ну, конечно, не читал, не получил, не знаю. Вот. Но послал я. Это спускание паров. Я и Горбачеву писал. Я и Попперу этому Путину писал. Ну вот. А что я написал? Ну, я не удовлетворяюсь. Я в статье написал, в книге написал потом. Вот. В чем, значит, выход из парадокса элементарный. Значит, он отождествляет субъективную предсказуемость с объективной закономерностью. Но вот когда мы можем что-то предсказать, когда есть закономерность, то есть регулярность, повторяемость, воспроизводимость в любом процессе. Вот там солнце сходит и заходит. Регулярность есть, мы можем предсказать. А объективная есть регулярность. Но мало того, что она есть объективная, мы еще должны знать об этой регулярности. А если мы не знаем, а регулярность-то есть, закономерность есть, но мы не знаем ее. Поэтому предсказывать мы ничего не можем. Поэтому идти от предсказания к объективному процессу и говорить, что этот объективный не существует, потому что субъективно нельзя предсказать, понимаете, это логическая ошибка. Логику. Я не такой выдающийся логик, правда у меня опять работа по логике опубликована. А он такие вещи, математическая логика, у него есть даже достижения, я его посчитал. Но вот здесь, когда он пытается доказать, вот это хилетство пятам многих. Но надо быть большим специалистом, и не только в логике, и в философии, да и в экономике, чтобы распутать. Вот экономисты тоже, выдающиеся экономисты. Все они склоняются к тому, что все социальные проблемы мы в конце концов разрешим благодаря новой нанотехнологии, цифровой экономике, всеобщей. Ну а это вот идея старая уже информационного общества, понимаете. Вот нам. И во времена моей юности была такая студенческая такая песенка, очень вот этот технологический детерминизм, хорошо высмеивающий. Песенка такая, петь не буду, но произнесу это. Нам электричество сделать все сумеет. Нам электричество тьму и мрак развеет. Нам электричество заменит рабский труд. Нажал на кнопку, чик-чирик, и все, что тут. Это было до компьютерной эры. Компьютеров еще не было. Были электронно-очистительные машины. На одной из которых я успел еще поработать годик программы. Тоже цифровизация была. Вот знаете, в двоичном коде на перфораторе сидел, и вот этот перфоратор сам, и набиваешь дырку в нужное время, в нужном месте. На ленте, да, набиваешь дырку. Дырка – это единица. Отсутствие дырки – это ноль. И вот потом это расшифровывается. Идет щуп, и вот проваливается щуп. А-а, есть контакт, единица. Выскакивает – ноль, да, и там параллельно. Ну, там несколько, я так, несколько примитивизировал, там несколько щупов одновременно. Интерфайл, лента такая, там в дырках вся. Вот. Ошибешься один раз, я вон страницу текста набирал целую смену рабочую. Помню сейчас. Так, а потом ошибся один раз, там все полетело. Вот. Ну, там будут ошибки такие, которые не читаем. Вот. Ну, это ладно. Так вот, считать, что техника и технология, технология, нам, все эти, ну, я говорил уже, Производительность труда и так достаточно уже. Сейчас. Техника и технология позволяют. А социальные проблемы мы не решаем. По данным той же комиссии ЮНЕСКО, в прошлом году у нас от недоедания умерло за 18-й год. 3,5 миллиарда. А? От недоедания. Голодной смерти, фактически. Вот вам и прогресс технический. А почему? Это, конечно, где? Ну, у нас еще такого падежа от недоедания не наблюдается в городе. В городе не наблюдается. Хотя по помоечкам кое-кто нравится. Поиск от пищи уже. Вот. Есть приложение с картами помоек, где можно поесть. А? Есть приложение, где карта помоек, где можно поесть Москвы. Вот так. Вот до чего, до какого прогресса дошли. Вот. Вот приложение есть, да. Вот этот бездомный, голодный при помощи своего, да. Ноутбука или чего. Это особая форма веганства, на самом деле, есть какое-то слово. Они делятся веганы на несколько. Есть такие, которые только на помоек питают. Ну, некоторые говорят, что вообще бомжи, это такие люди, ну, психологического склада, они вообще не могут работать. Ну, это вот тоже такой подход. Это не национализм, видите, а это вот такое. Тоже разделяю. Вот ему, да, но они не хотят. Они счастливые люди по-своему. Ленивые. Вот. Они, да, они ленивые, могут позволить себе быть. А мы вот не можем упуститься, да. Вот, поэтому вот. Но это все мифология, понимаете, которая пытается прикрыть язвы нашего сегодняшнего общества. И будущего, если мы будем продолжать. Вот опять вспоминаю академика Гамбегена. Полтора года, он сказал, у нас есть. Но я не уверен, что мы можем реализовать какие-то новые проекты, потому что стопориться это олигархия. То есть за полтора года это очень мало? Это очень мало. А тут надо революцию произвести, фактически, в управлении экономикой. А революция в управлении экономикой, это революция социальная. Надо этих ребят, вот тут выступал вот этот самый упомянутый курсом. Он говорил, вообще-то можно, конечно, такую абстрактную схему. Олигархов собрать и расстрелять. Детей отправить их, да, детей, жены, проще, на принудительные работы, как это было в Китае. Сразу изменится. Ничего, придут новые, вот те, которые резали, и тоже встанут на это место. Знаете, какой-то замечательный миф о драконе. Убил дракона и сам стал этим драконом. На это место, постепенно, в пьесе, как-то, впервые об этом сказано. Вот, так что, увы, да мы на увы, а предрассудки старые. Но, тем не менее, прогресс неумолим. У нас два варианта. Либо регресс, либо деградация и гибель. Терцом нандато, третьего нандато. У всех нас человечество. И у каждого из нас в отдельности. Все. Я в периоде деградации нахожусь, но и в периоде подвижения. Если так, на уровне отдельно взятого. Но, вы знаете, эволюция даже в биологии признается не на уровне особи, а на уровне популяции. Конечно, и в обществе тоже прогресс и регресс. Это на уровне социума, а не на уровне отдельно взятых индивидов. Или мелких групп, которые вот роются по морке, воду, показатели. Это показатели того, что общество и деградили. Но не самое главное. Вот. Поэтому можно его представить, что это ребята просто так, психологический склад. Они вот так себя позиционируют, чувствуют. Я говорил с одним, с одним, который, бывший инженер, который у меня в подъезде пристроился на старом диванчике. Его все дворники гоняли, гоняли. Потом отступили от него. Потом занялась еще одна соседка моя. Говорит, вы не понимаете, вы поощряете, вы с ним говорите, интеллигентный человек. Вот. Ну, я отвлекаюсь, что, конечно, опять, тут можно в бесконечности. Не буду растекаться мыслью по древу. Вот. Какие-то вопросы еще? У нас время там, минутка, рука. Ну, я хотел, мы сегодня обсуждаем нацию, национальность, так? Да. Как, соответственно, войны у нас не бывают? Классовые, национальные и государственные, так? Ну, видите, если нация – это государственное объединение, экономическое объединение людей, то в эпоху капитализма, да, вот я говорил или нет, забыл, что Сталин как раз упоминает. Можно еще вопрос доформулировать? А? Вопрос можно доформулировать? Ну, ну, доформулировать. Вот сегодня его упомянули, что дружеволюбинские государства, они за подконтрольные территории национальности сплачивают у нацию, так? Ну, сплачивают, да. Соответственно, вот, когда идет война государственная, соответственно, воевает одно государство против другое, которое мобилизует нацию, каждую свою. Ну, мобилизует, получается, нация. Ну, мобилизует кого? Это обычный мобилизует, а не всю нацию, да? Вопрос тогда, у государственной войны не получается, как бы, нация воюет. Государство мобилизует нацию, а воюет нация. Если бы нация шла на нацию, то тогда да. Но тут ведь воюет кто? Представители, опять, нижних классов, да, слоев населения. Кто воюет? Вот, вы знаете, у меня дед первую империстическую прошел. Я, правда, с ним, увы, не имел возможности поговорить. Его репрессировали в 1935 году. Вот. Командир был комполка. Но вот бабушка мне рассказывала о нем, о его героическом, трагическом жизненном пути. Много, очень интересно. Надо бы все это записать, пока еще могу. А некогда. Ну, так я к чему? Вот во время Великой, во время Первой мировой войны, вот эти, слышали о братаниях? Вот мой дед, он принимал участие, да, будучи офицером уже, произведенным офицером, да. Братали с немцами. Вот тут классовое единство против этого капиталистического, да, единства. Социаны явно выступали. Почему? Ну, войну, конечно, Первую мировую мы там, Россия, проиграли, потому что цели были такие, что... И, собственно говоря, вы знаете, что война была мощным катализатором и февраля, и октября 1917 года, да. Ну, кто воевал? Нации-то нет, не нации. Воевали. Воевали, в общем, государство и непосредственно, вот, пушечное мясо из кого делается? Из всей нации, что ли? У нас это все-таки единство мощное такое, экономическое единство. Но это не значит, что это духовное единство, да, или единство интересов. Экономическое, да, потому что все разделено. Вот я прихожу, продаю свою рабочую силу, меня нанимают на работу. Я включаюсь в эту систему, я выполняю определенные спускаемыми сверху функции. Плохо выполняю, меня увольняют, да. Ну, вот я в этой системе, пока я не бомж, я, значит, в системе этой экономической нахожусь. Я принадлежу к нации. Вот, бомж – это лицо не только без определенного места жительства. Он фактически, вот, деклассированное лицо, да, такое. Деклассизация происходит, то есть он не какого-то класса, он не участвует в системе, в экономической, в системе производства. Поэтому он уже выпадает. И из нации тоже. Он не представляет никакой класс, потому что нация, вот, опять же, возвращаясь к Сталину, он пишет, что нация – это вот не только экономическое объединение, вот я сказал, да, несколько моментов. И не только, конечно, территориальное, не только объединение по языку. Тут, конечно, какой-то общий интерес есть, но вот единство противоположного – общность и противоречие, противоположность интересов внутри. Потому что целью капиталистического производства является прибыль. На этом мы вот и падаем везде и всюду, да. Отсюда и преступления всякие, отсюда все эти фальсификации лекарств, колбасы, образование, в конце концов, да, и чего угодно. Отсюда и коррупция, все, и с частной собственностью. Тем более у нас вот криминальный капитализм, как сказал еще Владимир Владимирович, сказал. Вот я в одной статье процитировал его, а мне сказали, а не надо это цитировать. Вот, я говорю, ну как же, Путин сказал, будучи президентом уже странно, как же так. Ну, он там сказал по другому поводу, вырывайте из контекста. Вот так, да, вот так. Как и в войне национальной или в войне нации в Турске воюют? Что? Войют классовые, национальные, государственные. Государственные разобрали, классовые тоже, понятно. В национальной Турске воюют. Можете, например, привести? Национальная война, вы понимаете, когда, вот термин такой, национальная война. Вот гражданская война, это война внутри нации, между различными классами. Ну, вот тут воюет нация сама с собой, внутренняя противоречие. Когда воюют разные государства, там классовые интересы одного и того же класса. Но они стремятся к переделу мира, это Ленин, империализм, как высшая стадия капитализма, да? Стремятся к переделу мира, к рынкам сбыта, вот, колониям, вот, нас разрушили в Советском Союзе, зачем? Вот, мы конкуренты в этом процессе, да? Что тут главное? Какие-то особенности нации, национального духа, скажем, американцев, что ли? Нет, тут классовый интерес. То есть, в столкновении, в войне участвуют классы одного наименования. Не обязательно там классовая борьба, многие понимают, что это свойство, только борьба между имущими и неимущими. Может, среди имущих классовая борьба. Вот у нас какая борьба была, смерто-убийство, вспоминаем, 90-е годы, да? Что это было? Между национальностями? Я же, как я говорю, внутри национальности. Ну, вот тоже происходила переструктуризация общества. Возникали вот эти мафиозные структуры, они вырастали, дошли до уровня вполне приличного. Их никто не арестовывает. Как вот у меня сосед подачи, полковник милиции в отставке, он говорит, вот я присутников ловил, 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 ловил. А сейчас, вы знаете, Леонид Петрович, кого я охраняю? Вот одного из тех, кого я ловил. Вот, он уже бизнесмен, да, и он меня со смехом все время по спине похлопает и говорит, ну, Юра, поймал ты меня? Ой, поймал. Вот, теперь он его охраняет. То есть он ушел из полиции и стал, возглавил, что он говорит, что я умею. Я возглавил охранное предприятие, вот, и охраняем тех, кого ловить. Вот, так что вот как происходит, да, постепенно, рост, да, вот, что это, так сказать, к нации имеет отношение, к национальности нет, никто и не к другу. Поэтому вот, ну, что такое межнациональная война, понимаете, вот, это размытие такое, так же, как вот война между национальностями тоже. Это размытие сути всякой войны. То есть война, она на экономическом интересе строится. У нации нет единства одной и той же нации, нет единства экономического интереса, потому что нация разбита на классы. Противоположные по своим экономическим интересам, по своему экономическому положению. Поэтому говорить о войне одной нации с другой нацией, нации, которые та и да разбиты на противоположные классы, да, вот, понимаете, нас или тут воюют? Вот, возникает вопрос. Можно, вот, пример, гипотетически. Если, скажем, на одной территории проживают там пара наций, одна титульная, другая подчиненная, титульная начинает… Национальность, правда, уже, а не нация. Если на той территории, это уже национальность. Национальность, соответственно, начинает подчиненную репрессировать там очень жестко. И появляются как раз-таки нации из репрессируемых, которые уже борются с этим. Уже нация получается. Но нация – это экономическое объединение в масштабе государства. Ну, если они уже сформировали свое государство, они готовы к сепаратизму, они готовы уже, они их убивают. Им необходимо вести именно национальность. Ну, это вот, понимаете, на этом деле я уже говорил, там, вот, все эти борьбы нацистов, да, против, внутри, вроде нации, да, против каких-то там неарийцев, ненастоящих арийцев, да, вот. Организовали эти неарийцы какое-то государство, какую-то нацию? Нет, не организовали, понимаете. Так же и во всех других случаях. Я еще не припомню, что были вот такие. Да, вот там классовая борьба бывает, идет к расколу государства. Более ближние, они там не в Германии, а если там Армения, Турция, и что, какой еще пример? Пример Курдов, можно ли вывести? Ну, вот там все, знаете, и национальное, в отношении национальности, и даже религиозное. Я ничего не сказал, что вот обычно замешивают эту вражду межнациональную, межнациональности, на религиозную еще вражду. Потому что национальности, вот, общая культура связана с общностью религии. Для нации, кстати, то же самое. Потому что, как правило, общий язык и какая-то нивелировка за счет этого противоречия возникали и в Советском Союзе, да? Вот, религии, да? Хотя религия вовсе не поощрялась. Но сейчас вот тоже, да, вы знаете, приоритет все-таки, конечно, православный. Да, и русская православная церковь у нас сидит в основном. Иногда появляются некоторые там представители людей, слама там, да. Но это так, для формы, для демократии. А в основном... В демократичной. Да, 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 для формы демократической. А так-то ясно, что вот уже силу приобрела, отделенная от государства, русская православная церковь. Она приобрела, в общем, статус государственной церкви. Де-факто. Хотя де-юра нет. Но вот, вы знаете, для нас важно не то, что написано на бумаге, а что есть в реалии. Мы должны это изучать и сопоставлять. А что там на бумаге? Как говорится, бумага все терпит, да. Можно что угодно написать. Декларировать там демократические свободы, права, равенство, счастье там, что угодно. Вот война за независимость США. А, ну, гражданская война. Да, в рамках империи колониальной, там, испанской. Ну, да, да. Ну, вот это была, что, война наций, что ли? Национальности, что ли? Национально-освободительное движение. Вот. Ну, национально-освободительное движение, да, освобождение. Вот когда кто-то там порабощает, тут классы временно объединяются. Вы знаете, вот, есть, так сказать, национально-ориентированная буржуазия, которая должна патриотически примкнуть, конечно. Вот так же, как у нас в времена еще 1812 года войны, да, там, значит, крестьяне вместе с дворянами, своими хозяевами, в обувь сражались против единого противника. Но закончилась война, и эти дворяне, ничуть не моргнув глазом, отправляли в конюшную напорку этих самых крестьян, которые вместе кровь проливали. Правда, там было все не так просто. Как раз вот, вы же знаете, что движение декабристов на этом уровне, да, оно было объединено этой войной. Вот, понимаете, сломали уже не межнациональные, межклассовые перегородки какие-то, пытались. Ну, там, видите, самые декабристы, как сказал один выдающий человек, страстно долетели от народа, да, были. К сожалению, так плохо понимали свои задачи, цели, даже не понимали, чего они хотят вообще. Поэтому и пали жертвы. Вот, ну и жертва была не напрасна, продолжая это уже классика. Они разбудили Герцена, вот, а Герцена развернула революционную агитацию. Колокол стал звонить из Лондона. Вот, то есть вот жертва не пропадает, да. Хотя вроде кажется, что там напрасно и как-то так глупо, да. Зачем было выступать, все было обречено в таком виде. А можно было, если бы они были хорошими террористами, там, один из декабристов дежурил в спальне Николая Первого перед, вот, 25 декабря, день. В спальне дежурил. Стоял на часах офицер, что со стыков, орался в спальне Николая, гоп, а потом говорит, батюшки, царят, убери. Кто это? Я не знаю, я не видел ничего. Извините, заснул. Или я убежал, по надобности куда-то, да, отлучился. И тут закололи, не знаю, а тогда не дактилоскопии, ничего не было. Возможно, говорят, возможно. Хотя терроризм, как сказал Владимир Ильич, опять же, это не наш метод. Вот, Александр-то его пострадал, да. Мы пойдем другим путем, терроризм не наш. Нет, это ничего не дает, как правильно. Вот, Александр II убери, все по плехану. Он сказал, что, ну что вы добьетесь, ребята, ну, в имени царя вместо двух палок будет, три палки. Вот и все, так получилось. Ничего не было. Никому от этого лучше не стало, народу больше. Как они считают. Вот. Ну и сейчас это то же самое. До этого надо вот понимать эти вопросы много... Сложные, конечно. Я их так абресом каким-то накидал, накидал какие-то идеи. Но, к сожалению, за не менее времени другого метода у меня и нет. Беседа. Так надо по одному национальному вопросу прочитать. Ну, три полновесные лекции, так я понимаю, по два часа каждые. Так. С какими-то слайдами, как я сейчас привык. Ну, соответствующими. Ну, вот. Так на уровне, что называется, ликбеза, да. Частично. Ну, вот я вижу, тут люди вполне эрудированные. Меня дополняли, исправляли. И даже проявляли большую памятность, чем я. Ну, по возрасту уже начинаю забывать некоторые. Ну что, товарищи, на этом разойдемся. Спасибо. Все. Ну вот, поговорили. Надеюсь, не без пользы. Субтитры сделал DimaTorzok